Доброе утро! Рубляка! Угу. Так, я вчера уснула, порядок не навела, дети тут кушали, ну ладно. Ну, знаете, Софийка со мной спит ни в какую Вторениной комнате спать не хочет, ни в какую вторая партия у нас готова кстати эти баночки совсем не подходят они видите широкие и вместо 7 у нас сколько четыре только вошло такие баночки нельзя покупать одна банка с горохом папка еще вчера вечером съел дети это счастье дадите тома красиво рисует а софия что дорисовывает мой ой ой так ладненько на полу не сидите что-нибудь туда можно положить вон с проходной комнаты возьми я пылесосить на сегодня ничего не будем но по крайней мере надо все поднять убрать видите что началась стелить постель софика ни в какую не дает сейчас пока они там заняты дурдом у нас короче творится ну ладно ладно сейчас все прибираю знаете это получается чем бы дитя не тешилось этот я пыль сейчас повытираю покидали все девчонки придут только через два часа в общем надо немножко прибрать дома это же капец что знаете знаете я тоже люблю когда дома порядок люблю но поддерживать порядок когда ребятишки маленькие очень сложно я не говорю что у нас грязно нет но у нас все раскидано все валяется посудомойку поставила уже все равно конечно мы тут ели понемногу разгребаю дом а эти творилки сейчас покажу что они творили с новым столом видимо сладкое что-то было журнал бросили видите че часто бывает то есть что они будут разбивать я не понимаю себя успокаивать это все ерунда лишь бы были здоровы сейчас буду отмывать это все часто пока поставлю потом разберу все подушку таскаете а Эй, пирожки мои, таскаете подушку? Девчонки пришли, девчонки встречают, младшие. Женя, закрывай дверь, холодно. Ой, привет, Жень. А, мои красотульки, отучились, любимки. Слова, ну как у тебя дела? Хорошо у него дела. Да. Сейчас, будут кушать, не будут, разогрею. Кеша, а, Кеша, зрители все жалуются, орешь ты сильно, а? Орешь? Девчонки там его украшали, украшали. Украшали тебя? Дарина, наверное, через час только придет. Кушать будете, дочь? Что кушать будете? Я суп вчера варила, пирожки есть. Да, может быть, сейчас уточню, девочка. Мам, у меня сегодня по окружающему тексту, пятенка у меня, по литературе четыре. Ну, по контролю. Ну, умница, умница, умница. Знаешь, как нам помогла эта памятка по окружающему миру, которую нам папа распечатал? Ну, конечно. Там просто все ответы есть, просто все. У меня папа спрашивает пять. По литературе вроде как тоже пять, не знаю. И по математике тоже пять. Ну, молодцы, молодцы. Молодцы. Старайтесь. А мы перешли с мясом, да? Да, да. Софийка спит. Женя уже съездила в музыкалку, у нее сегодня фортепиано было. На кухне невозможно разговаривать, там попугай кричит. В общем, на кухне, ой, на веранде поговорю с вами. Мы вчера, когда с девчонками готовили, ну, и Дарина начала разговор про поступление. Тоже же переживает ребенок, думает об этом. Настя говорит, мам, ну, если так получится, я все еще одна буду. Пусть Дарина у нас в Услабинске поступает, пусть со мной живет. Вот. И Дарина вроде как там согласна. Но, с другой стороны, я бы не хотела. Получается, как? От мамки на юбке. Под Настину, что ли? Вот когда девчонки у меня поступали, да, Настя и Алина, я как-то не переживала насчет этого. Они как-то более самостоятельные. Я знала, что, ну, более-менее они там могут за себя где-то там постоять, что-то там какие-то проблемы там решить, куда-то там пойти, что-то там договориться. А за Дарьку, ой, да вы не представляете, как я переживаю. Она еще никуда не поступила, да, а я уже прям не знаю. Мне кажется, я вообще сразу постарею. Как Настя всегда говорит, мам, маленькие детки, маленькие проблемки. А как вырастут, так еще хуже становится. Ну, это реально так, реально. И все-таки я склоняюсь к тому, чтобы Дарина поступила где-то не у нас, не в Услабинске, чтобы с Настей не жить. А где-нибудь, может быть, в Кропотке, в Краснодар она не хочет, она боится. Мы-то сначала хотели, думали, к Алине поступит. А Алине-то осталось учиться этот год, и там еще полгода. И все, и она говорит, мама, я уеду, я буду поступать, я не буду ничего говорить, что у них там какие-то планы. Ну, в общем, Алина-то через уже полгода только отучится, и все, и она заканчивает. Но она настроена, по крайней мере, сейчас, пока она, что я буду поступать на вышку. Вот. И Дарина, нет, я одна в Краснодаре не останусь. Нет, я в большом городе учиться не буду одна, раз Алина уезжает потом. И, в общем, вот, не хочу я, не хочу, чтобы из-под одной опеки, как говорится, от мамкина и к Настина она перешла. Будем куда-то поступать. Да, и про пылесос, что у нас вот пылесос, что я говорю, написала в комментариях, что, ну, Дарина скоро пойдет учиться, и зрители там пишут, и не знала, что пылесос помогает в учебе. Ну, а почему нет? Они же не все время учатся. Где-то же она жить будет, и там нужно и прибираться, и все. И я Дарьке говорю, вот тебе будет пылесос, будешь им пользоваться. Она, мам, я что, одна там, что ли, буду все время прибирать? Я говорю, ну, почему? По очереди, ну, вам легче будет. Не веником там, в комнате-то все равно вы прибираться будете. Когда-то там все равно такого не бывает, чтобы совсем уборку не делали. Насчет того, что снимать Дарине квартиру, нет. Мне кажется, это не выход для Дарины снимать квартиру. Ей надо в общество, ей надо в общежитии, чтобы она подруг себе нашла, друзей себе нашла. А будет она опять в квартире жить, хотя, да, Дарина может себе позволить, так как она получает пенсию, получает как сирота пособие, пока она будет учиться. Да, милая? Сиди-ка, проснусь, я руку дала, она усопит. Ну, хорошо, хорошо, милая, умница ты моя. Поэтому я склоняюсь к тому, что Дарина будет поступать куда-нибудь в небольшой городок с общежитием. Ну, конечно, зрители многие со мной не согласятся. Ну, пока у нас, конечно, время есть еще думать, как поступить. Но я говорю, что вот Настя предлагает, что если я буду еще одна, пусть Дарина живет со мной. Но я лично против, я против этого. Тома у нас прям настоящая нянька. Да? Да. Ой, какое зеркало грязное. Два дня назад только все мыло. Все, няня, красиво сделала? Какая красивая девочка, выспалась, красивая. Она не плакала, потому что я киндрировалась. Ну, все, няня ее умыла, прическу сделала. Во, какая красивая девочка, да? Красивая? Девочка, я здесь расчисала, вот так. Угу. Делала так. Ой, Тома, каждый раз нянчится, нянчится, нянчится. Такая, все, почему я все время буду нянчиться? Сама даже в телефоне не сидела. Все бегала тут, караулила, когда уже проснется этот ребенок маленький. Да? Ты проснешь? Так, на девчонки наши. Всем привет. Я только что, если что, занятия. Всем привет, мы играем. Я и вижу. Мы играем в Мам-2. Как хорошо, что в нашем детстве не было этого. Мы лазили по заборам, по деревьям, по лужам. Рваные, грязные приходили все, пораненые. Войнушку как я любила играть. Во войнушка. И мячиком из круга вышибала. И в ножички. Ну, все, все. А эти... Ну, это детство. Это ваше, мам, отыночка. Да. Да, это ваше детство. И вспомнить нечего будет. Будет, будет. Ой-ой-ой. Ну, ладно. Дариночка, дочь, уроки делаешь? Нет, тянутся. Да, я врачу. Тоже в телефоне сидит, как все. Боже, боже. Такова жизнь, ничего не сделаешь. Если не было бы телефонов, мы ничего не делали. Вот-вот. Я еще по-друге домашку скидывала. Не ходила она в школу? Да. Много болеет ребят в классе? Очень много. Восемь человек все еще ходят. Ну, у вас всего 14. Значит, не так уж и много болеет. Почему? Повыходили уже? Ну, ладненько, ладненько, не буду мешать. Ты хотела в душ принять? Ну, ладно. Так, девчонки сегодня тоже будут. Тома вчера мылась. Следите с девчонки. Жене. Ну, я врачу нормально. Она маленько подставила. Ничего, быстро. Я вас полдесятого ждала. А я уже встретила. Я как раз ужиную. Нормально доехали? Ой-ой-ой. Все растаяло? Нас холодильник начали. Нормально все, зря? Ну, слава богу. Так, дорогие мои. Мы сейчас будем с вами прощаться. Пока сейчас ужином покормим, устала? Да спина болит. 900 километров туда, 900 обратно. Конечно, устанешь. Ой, 900 туда, 900 обратно. 420 туда, 420 обратно. Все. Кофе, ты что на нее наступаешь-то? На маму. Такая деловая. 48, 40 километров. Я езжу сегодня. Знаешь, ты такая... Пока, дочь-то. Пока, мама. Пошла. Да? Ну, радуется всегда. Пока. Ты тут остаешься? Нет. Нет. Ты здесь будешь? Я поехала. Пока. Ну, гнибалуй с ней это. София, включи, мы будем до свидания говорить зрителям. Надо пока-пока говорить. Вот сюда надо пока говорить. Всем пока, всем до завтра. Всем пока-пока. Включи. Молодец. Ну, София. Слово. Слово.